Здравствуйте, друзья, здравствуйте, зрители типа канала Daily Europe Online. Пожалуйста, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Напоминаю, что я создал ещё один англоязычный канал, поэтому там будут только англоязычные интервью. Вот в первом комментарии к этому видео ссылочка на ряд моих интервью там. Пожалуйста, посмотрите. Вот кто владеет английским языком, вам очень понравится. Резван, вот давайте начнём с вами с заявлений господина Макрона. Вы, наверное, слышали о заявлении господина Макрона о том, что в случае, если будет угроза Киева либо Одессе, президент Макрон готов послать французские войска. Вы слышали, да, наверняка, это заявление. Напоминаю, это заявление появилось утром. Я специально упоминаю, когда оно появилось. Вечером прозвучало новое заявление со стороны Макрона. И я вас попрошу сесть поудобнее и послушать это заявление. Президент Макрон, комментируя свои слова о возможности отправки военных в Украину, сказал, что не исключать чего-то не означает делать это. Ещё раз. Не исключать чего-то не означает делать это. То есть то, что он не исключил отправку военных своих на территорию Украины, не означает, что он будет это делать. Вы знаете, мы в разговоре с вашим коллегом Ильгаром Велизаде из Азербайджана тоже, точнее Ильгар Велизаде, ваш коллега, он предположил, что у Макрона маниакально-депрессивный синдром. Именно поэтому его заявление не противоречит друг другу. Вы согласны с такой оценкой? Тут можно будет развить, Михаил, тему, опять-таки мы не медики, параноидальная шизофрения, мания преследования, мания величия, нарциссизм, много чего можно, но дело в том, что это никоим образом не помогает, а может даже вредит той ситуации, которая сейчас на украинских фронтах. Тут я слышал, некоторые эксперты высказывают, я не знаю, как можно логически до этого дойти к суждению, что, мол, ну, ничего, главное, что Макрон как бы поддержку оказывает, хоть словами, и на фронте это оценит, это вдохновит. Я не знаю, насколько это вдохновит, да, я бы, честно, как бывший солдат матом покрыл, да, те, кто делает подобные заявления. Ну, а если серьезно, это говорит о том, что фактически Франция, как ведущая государство Европы и, казалось бы, локомотив должен быть, хотя она на 15-м месте по поставкам вооружений и всего, что нужно Украине, казалось бы, она должна как лидер волевые решения делать, не говорить, а делать, да, в чем отличие лидера от не-лидера в том, что он делает. Да, он может сказать, но следует за этим сделать. Если у Европы такой лидер, то, конечно же, это просто плачевная ситуация и, наверное, Украине надо думать, что делать, как быть, чтобы вот подобного рода люди, личность, я имею в виду Макрона, еще больше не навредили, потому что в итоге еще предстоит понять, кто кому помогал на самом деле, кто был с Россией на самом деле, а на словах, допустим, был с вами. А вы знаете, ваш добрый знакомый Алексей Аристоевич, он нам в своем интервью Юлии Латыниной, он, значит, развил идею, связанную с противоречиями между империей и национальным государством. Ну, я не знаю, обратили ли вы внимание на это интервью, но оно, скажем так, достаточно любопытно с точки зрения своей аргументации. И он, в частности, там говорит о том, что вот как бы национальные проекты по своей сути, они губительны, потому что они не могут дать стране динамику развития. И вот важен именно имперский проект как таковой. Это не может быть империя в названии, но это может быть империя по сути своей. Вот он приводит пример Азербайджана, говоря о том, что, скажем, Азербайджан вместе с Казахстаном наравне с Казахстаном сумели прирастить количеством населения, а не потерять население за 30 лет. И Азербайджан сумел вот за эти 30 лет действительно построить вот меритократию, диократию, то есть когда к власти приходят самые лучшие, с одной стороны, и есть пространство для генерации идей, то есть для динамики роста. И более того, Аристоевич считает, что даже несмотря на, скажем так, российскую агрессию против Азербайджана, а Россия осуществляла с помощью Армении, мы это понимаем, тем не менее Азербайджан смог сохранить определенную трезвость внешней политики и вести ее достаточно сбалансированно. Причем, считает Аристоевич, преимущество Азербайджана в том, что дела Азербайджана всегда следуют впереди его слов. Вот вы согласны с такой оценкой? Ну, у меня с Алексеем, дай бог памяти, три года назад был цикл передачи, интервью, где мы с ним обсуждали будущее национальных проектов, будущее Турана. Это еще было сразу после войны 44-дневной. И я очень рад, что Алексей до сих пор помнит, и мы во многом согласились. Кое-что было для него новым, кое-что для меня. Но у меня тоже мнение такое, что эпоха национальных проектов, она подходит к концу. И те, кто будут по-хорошему цепляться, то есть цепляться слово не очень корректное, но по старым нарративам, по скрепам национальным, пытаться выстраивать серьезное государство, они проиграют. И здесь второй феномен, если обратить внимание, у Америки есть национальные интересы или вопросы национальной безопасности в любой точке мира, в Афганистане, в Ираке, везде есть угрозы национальным интересам США и так далее. Но ни слова нацию, национ, оно не несет ту нагрузку, которую несет у нас. Мы сразу понимаем какой-то этнический проект или конгломерат этносов, где один из этносов, он как бы руководит, тогда как, допустим, в американском, American Nation, это вовсе не проект этнических масс, который объединяется какой-то особый супер, с каким-то суперэтносом. В этом и проблема наша. Что касается Азербайджана, поскольку мы все-таки восточная страна, но очень такая интересная страна, мы первая страна, которая объявила о создании парламентской республики в мусульманском Востоке еще в 1918 году. То есть у нас было все время так, что мы как Арьеград, вроде бы и в исламском мире, но вместе с тем, наверное, вы знаете, у нас всегда представлены и христиане, и иудеи, и вообще много чего у нас синкретичное. То есть оно пластично работает, добровольно, без всякого принуждения. В этом контексте, да, мы получили серьезный удар в период распада СССР. Огромный удар от России, и это был ни год, ни два, многие годы длилось. Сейчас это все позади, но у нас опыт. Мы приобрели опыт. И лично я очень хочу, чтобы украинское думающее, слово интеллигенция советское, как-то оно неправильно все-таки. То есть те, кто чувствует ответственность за свою страну и готовы смело обсуждать, да, ведь я понимаю Алексея, он иногда говорит очень непопулярные вещи, то, что не понравится патриотам. Легко же быть патриотом? Что там, хам, сидеть, быть патриотом в общей массе, всех лопают, не выделяться. Но Алексей всегда старается говорить то, что как бы принуждает к рассуждениям. И я думаю, сейчас очень критический период, он это прекрасно понимает. Никто не хочет, чтобы Украину израсходовали, чтобы народ израсходовали ради того, что, ай, не получилось, кто-то на Западе хотел. Ну, бывает, не удалось. Знаете, я, уважаемый Резван, вот сейчас в последнее время стал, скажем, слушать некоторых экспертов Соединенных Штатов Америки, которые выходят за рамки традиционных медиа Washington Post, Wall Street Journal и так далее, потому что, ну, как бы, знаете, вот есть такие мейнстримовые эксперты, которые говорят о демократии, о правах человека, о, ну, вот, как бы, о святости, да, вот, ценности на Западе. Но при этом они ничего не решают, они не формируют политику. А есть люди, которые говорят трезвые вещи, они звучат контроверсионно, но если посмотреть на политику, вот, политика настроится на вот этой теории. Я вот послушал господина Маншмайера, такого вот, скажем, консервативного эксперта американского, и он, ну, вот, постоянно говорит о геополитике, говорит о том, что Соединенным Штатам Америки необходимо перестать помогать Украине, договариваться с Россией, потому что это перебаланс против Китая. И вообще, ну, как бы, помощь Украине, равная, кстати, как и помощь Израилю, ну, это просто, ну, бессмысленно для американской политики. Да, это Славан Шмайер, а не Мэй. И я вам скажу, что я очень удивился, а где же международное право? А где же, ну, как бы, принцип верховенства международного права? То есть, получается, международного права нет. То есть, международное право – это для, ну, знаете, какая-то для всех, да? А как бы, знаете, как в меню, да? Вот где у этой сцены, внизу пометочки с ценами. А самая главная цена – это как раз у геополитики. Правильно я понимаю? Это важнее, чем международное право. Однозначно, потому что международное право формируется сильными. Они договариваются по бокам войн и обещают это право оберегать. То есть, право силы, сила права всегда вот в этом. Но после распада СССР явно крен был в сторону Запада. То есть, он полностью был гегемоном и, к сожалению, стал злоупотреблять силой права или правом силы, да? Итог плачевный, что мы сейчас находимся в периоде, когда международное право, сформировавшееся по итогам двух войн мировых, особенно Второй войны, оно просто не работает. Кто-то силен в своем регионе, он и прав. Если он силен, он доказывает свое право оттуда. Это касается всех регионов. И, по-моему, к сожалению, это продлится еще определенный период, пока эти самые гегемоны между собой не определятся, кто остался гегемоном, а кто уже не гегемон. Вот идет сейчас эта битва, и, конечно, не хочется, чтобы Украина, другие страны среднего или малого звена, как наши, чтобы они попали в жернова вот этих, да? Чтобы стали предметом или местом, где выясняют отношения, той самой улицы, где дерутся, да? В этом контексте я предлагаю всем, кто свято верит или доверяет международному праву отказаться от этого дела, больше вкладывать в армию, да, и в соответствующие госструктуры. Вот где в армии, вот где формируется международное право. Региональное, да и общее тоже. К сожалению, в ближайшие годы другого места формирования права пока я не вижу. Резван, вот как Азербайджану все-таки удается реализовывать вот этот вот протоимперский проект? Ну, опять же, вот в понимании том, которое есть у вас или есть у Аристоевича, да, а вот такую политику спокойной силы, да, с опорой на человеческий потенциал, на собственные ресурсы страны, на собственные возможности дипломатии. То есть то, что, ну, опять же, тот же Аристоевич называет обеспеченная политика, да, потому что он часто говорит о том, что как бы, ну, сравнивая политику, которую проводила Украина и Реаль, и как бы обычную жизнь, он говорит о том, что это примерно когда семья имеет на двоих там полторы тысячи долларов, да, а тратит в месяц четыре тысячи долларов, то есть тратит больше, чем по факту она может себе позволить, да. Вот как Азербайджану вот удается, то, что в английском называется, to make ends meet, да, то есть сводить концы с концами в хорошем смысле, то есть, грубо говоря, подбивать бухгалтерию, чтобы геополитически, ну, не уходить вниз. Я думаю, есть несколько факторов, один из них может быть спорный, но опять-таки это мое личное мнение. Обратите внимание, в тех странах, где часто меняется власть, ну, в том числе демократическим методом, я при этом ни в коем случае не кого-то поднимаю, не приезжаю, но факт, что демократия используется как орудие определенными внешними силами, приводит к тому, что в странах даже с большим потенциалом, как Украина, огромное население, огромный потенциал, но частая сменяемость власти, которая не может быть позволительна с учетом противников и окружения. Это не США, которые с двух сторон их окружают океаны, сверху спящая Канада, а внизу, извиняюсь за выражение, обкуренная, обдолбанная Мексикой и так далее. Конечно, в таких условиях можно спокойно развивать демократию и так далее, и через континенты воевать с кем-то, зная, что напрямую у тебя на твоих границах угроз нет. Но когда речь идет о таких государствах, как Азербайджан, в частности, которые, мягко говоря, окружены чуть ли не на 90% противниками или же напрямую врагами, ну, исключая Каспийское море, хотя, опять-таки, там мы граничим, вы понимаете, вовсе не со всеми дружескими странами, можно исключить Грузию, с которой у нас очень уникальные отношения. Но, в общем, у нас Россия, которая одна из ведущих держав мира, Иран, который является, я не знаю, одним из государств, многотысячелетней традиции дипломатии, хитрости и искусства именно внешней политики, да, если бы так не было, Иран бы не выстрелил. Никакая Америка, никто, как мы видим, за 40 тысяч лет ничего не сделает. Поэтому Армения, с которой понятно, какие у нас отношения, да, поэтому мы опираемся на то, что устойчивость власти, при этом, понятно, демократия и так далее, но если мы пойдем, я извиняюсь, в сам термин демократия, демос и кратия, демос – это не народ, нас обманывают. Демос – это избранное количество мужчин, имеющих определенные права, имеющих своих рабов, да, и имеющие право с оружием в руках отстаивать какие-то интересы. Демос – это не общая сумма всех жителей. Вот, по-моему, где кроется небольшая проблема, когда нас с детства, из поколения в поколение убеждают в том, что древнегреческая демократия есть некое подобие того, что сегодня мы называем демократией. Нет и так. Всегда, к сожалению, определенная группа людей, имеющих власть, человек с ружьем, так в Америке же так и говорят, что власть у того, кто это человек с ружьем. Человек с ружьем определяет право и оберегает его. А заигрывание с демократическими ценностями приводит к тому, что размывается понятие власти и государства. Не может быть в семье избирательная должность отца. И опять-таки это спорная вещь, но для восточной культуры всегда семья, тем более для Азербайджана, является примером того, как строится власть государства. Это другая сакральность. Может, это помогает нам, устойчивость власти, когда человек и руководитель десятки лет набирается опыта, и он уже прекрасно обладает темой. А не так, что человек пришел, за ним другой, пока он наберется опыта, много чего страна потеряет. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революд. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле, это очень удобно сделать. Вот тот же самый революд позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Вы знаете, вот вы это говорите. Я вот как раз сейчас вспоминаю, читаю книжку о Бисмарке. И там приводится интересная цитата, как раз принадлежащая Фридриху Великому, о том, что... Ведь Фридрих Великий, он выстраивал систему, при которой основой государства выступал как раз не широкий демос, да простите меня, там широкий демос, а как раз юнкера. То есть люди, у которых была собственность, это люди, которые знали, что они за свое государство должны стоять горой, что они должны за него воевать, то есть что они как бы являются основой этого государства. И вот он говорил о том, что правитель и люди, правящие государством, должны быть не слугами народа, а слугами государства. И вот в этом как раз особенность, то есть слугами государственных интересов. Любопытно, что первое, кстати, что сделали союзники в 1947 году после Второй мировой войны, они обнулили, уничтожили прусское государство, которое существовало. Любопытно, это единственное государство, которое на бумаге взяли и уничтожили. И, кстати, если посмотреть, действительно, что расширение избирательного права на Западе совпало с закатом Европы, то есть то, о чем писал Шпенглер. Получается, что вот эти демократические механизмы, за которые так бы боролась Европа, вот эти суфражистки и прочее, это в итоге привело к тому, что Европа стала такой, какой она есть. Как вы считаете? Совершенно верно. Дело в том, что никто нигде никогда не отменял то, что есть коллективная ответственность, как вы сказали, людей, обладающих чем-то, допустим, недвижимостью. То есть для того, чтобы нести ответственность, надо чем-то обладать. Не может каждый. Да, элементарно, я извиняюсь. В той же самой Европе разве голосуют, допустим, прежде чем построить здание, кто будет архитектором? Не идет же голосование, там, 12-летняя девчонка станет архитектором, или же кто-то иной, какой-то пожилой человек, или же никто не голосует за то, чтобы во время войны кто поведет в бой. Давайте выберем, кто поведет нас в бой. Обычно выбирают тех, кто обладает опытом в соответствующей сфере военной, в архитектуре, в медицине. Но почему, когда речь идет о такой самой важной вещи, как политическая власть, то тут говорят, что действуют другие законы? А может, это просто третьим внешним игрокам выгодно именно управлять определенными странами через подобную формулу? Ведь в той же самой Америке очень сложная избирательная система. И в итоге получается, что президента вообще-то избирают не люди, не простые граждане. Поэтому все это заигрывание в итоге действительно Европа проиграла по итогам Второй мировой войны. Ей навязали определенные правила. Сейчас у нее, начиная от демографии до идеологии, серьезные проблемы. То есть куда двигаться? Нету стимула. И в этой ситуации опять-таки возвращают, как помогать Украине? Как? Если у них у самих нету стержня? И получается, что важно. Вот сейчас у нас в Азербайджане, я по примеру извиняюсь, идут дебаты. И эти дебаты объявил о том, что это надо президент Азербайджана. Он обратился к думающей части страны, ко всем, кто чувствует ответственность, к ученым, я не знаю, к политикам. Разработайте новую концепцию, идею. Мы освободили Карабах, но нужна идея, нужна устойчивая концепция на десятки, может, на сотни лет вперед. Это довольно сложная вещь. Чтобы консолидировать страну, чтобы объединять ее. Вот если нет этого консолидирующего момента стратегического, то есть не так, что я выполнил какую-то задачу, а через пять лет вырастает новое поколение, и опять перед ним большой вопрос. Вот именно вопрос мотивации, он в Европе, к сожалению, то общество, которое в Европе, гедонизм, так грубо назовем. То есть общество комфорта. Окей, но общество комфорта может существовать по законам детерминизма 3-4 поколения. Обычно после третьего поколения оно разваливается. Ну вот, если посчитать, после Второй мировой войны три поколения нормально в Европе прожили. А сейчас уже явные проблемы. И эти проблемы в восточной мудрости выражены, что трудные времена рождают сильных людей, сильные люди рождают хорошие времена, хорошие времена вновь рождают слабых людей, слабые времена вновь рождают плохие времена. То есть, понимаете, повторяется, в четырех поколениях всегда этот цикл мы проходим. Главное это понимать, ощущать, где мы находимся. Европа, она же даже не изучает эту тему, где она находится. Вот в этом контексте, о котором я сказал, в этой парадигме, явно она находится там, где у нее сейчас плохие времена. Слабые люди родили плохие времена. А теперь, интересно, плохие времена родят у них сильных людей? И будут ли это европейцы вообще, эти сильные? Резван, завершая нашу передачу все-таки на Армении, потому что мы с вами периодически затрагиваем Армению. Тут вроде как конкретно шаг удалить российских ФСБшников, пограничников с территории Риванского аэропорта. Как вы оцениваете вот этот шаг? Насколько, ну, скажем так, этот шаг, он меняет ситуацию, укрепляет, может быть, суверенитет Армении? Ну, с уважением, конечно, отношусь. Все-таки государство Армения имеет право принимать все какие угодно решения. Это похвально, конечно, что наконец-то 30 лет спустя они вспомнили, что в аэропорту у них стоят пограничники, ФСБшники. Вспомнили, что по границе, в том числе армяно-иранская и сейчас по армяно-азербайджанской и так далее стоят. Но насколько это укрепит безопасность Армении? То есть эти шаги, предпринимаемые сейчас, кто обеспечит безопасность Армении? Франция? Где источник безопасности, который даст отпор тем аппетитам, которые у России есть, а тем более через год? Ведь гипотетически, если в 2025 году Россия каким-то образом или по итогам этого года временно остановит, заморозит конфликт на украинских фронтах и обернется на другие фронты, какие механизмы безопасности выработаны властями Армении, чтобы просто спасти свою страну? Просто на несколько лет вперед посмотреть, есть возможность у власти Армении, посмотреть, где будет Франция в 2025 году, будет ли Макрон, который много чего обещает всем в 2025 году. Как-то вот так, как вы сказали, посмотреть в бюджете у нас там тысячу долларов, а мы хотим там, допустим, потратить три тысячи долларов. Вот это то самое место, где я не вижу какой-то устойчивой стратегической такой мысли или идеи у армянского государства. Решать вопросы по мере их поступления, я думаю, это несерьезно. Как вы считаете, и вот согласна Левосоценко одного из ваших коллег о том, что Пашинян, возможно, готовится к парламентским выборам, причем он хочет сделать такой фортель, он хочет пророссийские силы, которые представлены господином Кочаряном и рядом других людей в парламенте, заменить на прозападные силы, которые находятся за бортом парламента. Он якобы готовится пойти на такой вот резкий шаг, вот очередной, как бы авантюрный, например, министра Пашиняна, но который ему, как бы, с одной стороны, позволит провести в том числе и голосование по вот этим поправкам, на чем настаивает на Азербайджан, с другой стороны, избавиться от российского влияния на политику. Или это фантастический сценарий? Михаил, здесь явно я чувствую, что Пашинян хочет укрепление своей власти. То есть ему нужно победить на выборах, и это, к сожалению, важнее, чем безопасность армии как государства. Приблизительно такая же проблема есть сейчас в Израиле. И мы видим, что когда жертвуются интересы национального государства, ради укрепления или спасения властной своей верхушки, то итог бывает сложный, плачевный. Поэтому если стратегическая цель, как я сказал, официального Еревана в том, чтобы Пашинян и его команда укрепились, расширились, это, конечно, хорошо. В этом году они могут решить эту задачу, но затем наступает следующий год, и я не знаю, какое государство или депутаты парламента Армении, кто будет решать вызовы национальные, угрозы, которые однозначно будут со стороны России для Армении. Вот в этом плане есть у нас обеспокоенность у Азербайджана, что Армения опять становится дополнительным источником нестабильности и эскалации в нашем регионе. Каким образом, на ваш взгляд, Россия может угрожать Армении, учитывая то, что там все-таки нет общей границы? Ну, разве для этого важна граница? Вот обратите внимание, опять-таки, если сравнить с грузинским сценарием, с украинским сценарием, да, там тоже приблизительно те же нарративы были, да, Запад поможет, демократия и так далее, с ускоренными темпами, да. Для того, чтобы нанести удар Армении, она все-таки маленькое государство, и вся ее экономика, все зависит. Это единственный проезд в Верхний Ларс на территории Грузии. Это единственная цепочка, которая связывает Армению фактически с Россией, с внешним миром, откуда поступают продукты. Гипотетически Иран сможет заменить санкционный Иран, учитывая, в кавычках, прозападный курс Армении. Не знаю, это что за сальто-мортали будет, если Запад Франции закроют глаза, и Иран взамен России полностью по газу, по энергетике, по продуктам станет замещать Россию. Я не думаю, что Россия будет спокойно на это смотреть и развернется, уйдет. У нее есть проксимеханизмы, есть определенный опыт многолетний, как изнутри взорвать страну, да, а потом извне помочь. То есть тут нет нужды для того, чтобы батальоны, дивизии пересекали границу. Нет нужды в этом. И ни в коем случае Армении не обеспечена безопасностью от того, что у нее нет прямых границ с Россией. У нее, у Армении, как минимум, прямой конфликт с двумя государствами. С 90-миллионной Турцией, ведущим государством НАТО, и с Азербайджаном прямой фактически конфликт. Если с Турцией вяло текущий, и, как я отметил, с Ираном тоже, на территории Армении сейчас говорят около 10 тысяч иранских прокси, которые уже, а Иран огромный опыт имеет, вы знаете, работать с прокси. То есть неважно, не нужно здесь прямое какое-то вмешательство. Есть в современном мире, как мы видим, и в Сирии, и в Ираке, да где угодно. Всегда найдутся силы, которые поднимут какой-то флаг борьбы и изнутри разрушат то, что веками строили для создания государства. И последний вопрос, который мы задам с вашего разрешения, господин Резван. Вот сегодня премьер-министр, премьер-министр, президент Молдовы Майя Сандов заявила о том, что готовится якобы государственный переворот со стороны России. Но это не первый раз, когда мы слышим про государственный переворот. И во многом подобные темы они используются, в том числе и в внутриполитической борьбе. Как вы считаете, есть ли реальная угроза того, что Россия тоже не имеет общей границы с Молдовой, но и в рычаге влияния на Молдову, попытается ее дестабилизировать? Потому что все-таки, скажем, у Молдовы есть два слабых звена, как минимум три. Но поправьте меня, если не прав. Это, с одной стороны, автономная провинция Гагузи, где есть госпожа Гуцел, которая, скажем так, явно фрондирует по отношению к Санду. С другой стороны, есть Приднестровье, и с третьей стороны, есть половины, грубо говоря, Молдовы, в частности Кишинева, пророссийские настроены со своей партией Шор и так далее. Как вы считаете, действительно ли там есть, скажем так, угроза российской дестабилизации, опять же, пометуя, как контрбалансирующий фактор Румынии? У меня создается, Михаил, ощущение, что определенные западные круги хотят использовать, израсходовать в данном контексте и Молдову, и Армению, то есть как бы их провоцируя на анти... Понятно, никто не говорит, что нужно любить Россию или защищать ее, но почему именно сейчас, когда это могло произойти и год назад, и три года назад? Ведь нормально же Пашинян, я по примеру, жил-любил Россию до 2020 года, то есть все произошло, почему? Потому что Азербайджан освободил Карабах. Что касается Молдовы, то же самое. Почему они готовы, чтобы их бросили в топку, в эту войну, то есть как отвлекающий маневр? Ведь если завтра интерес к Молдове, к Армении пропадет, кто будет их защищать? Румыния способна дать безопасность, тот зонтик безопасности против России. Вот поэтому я лично считаю, что желательно было бы этим государствам хотя бы год подождать. Ну просто чисто физически не идти на поводу, хотя, возможно, нелегко говорить. Они из-за финансовых рычагов, возможно, из-за каких-то других рычагов власть, находящаяся, зависит от определенных западных элит. Если бы они от них не зависели, трезвый ум говорит о том, что вот именно сейчас нежелательно как бы дразнить медведя, подождать просто. А может действительно позже созреет ситуация, когда то, что сегодня они говорят, они сделать вообще смогут без всяких. Зачем говорить там, где в итоге придется брать на себя удар? Честно говоря, я считаю, что это не укрепляет суверенитет и национальную безопасность и Молдовы, и Армении. То есть вы считаете, что в данном случае Запад играет молдавскими картами в определенной степени столкновения Молдовы с Россией? Может, торгуется даже. Играет, хорошо, если играет, а если торгуется, то есть и в каком-то кону он сдаст эту карту за какие-то преференции, или Запад выдавит у России что-то, а взамен уступит Молдову. Все готово, Молдова огрызается, да, ну вот, логично, завтра, если Россия что-то совершит, нанесет какой-то удар, скажут, ну все нормально, Молдова же этого хотела, или Армения этого же хотела, и никто не будет обращать внимание на то, что произошел некий сговор, да, и все нормально, тип-топ. Я вот этого боюсь. Резван, огромное спасибо, что вы, несмотря на свою занятость, находите время, дать интервью я очень ценю. Резван Гусенов, известный азербайджанский политолог, историк был сегодня с нами огромным. Спасибо, Резван, за очень интересный анализ. И до новых встреч. Спасибо. Всего наилучшего, Михаил. Всего хорошего.